добрый день всем с вами наталья кондратенко и как я обещала расскажу какую закваску я делал с помощью хмеля вот такой хмель это лик травы житомир покупала в обычной аптеке очень много спора в интернете горчит ли не горчит вот сама закваска сейчас я ее да сама закваска горчит но когда я спекла хлеб хлеб постараюсь оставить фото вот такой хлеб но сам хлеб точно не горчит и даже спросила дочку я делала по рецепту ссылочку оставлю и ссылочку оставлю я в описании это канал вероники на вкусняшки то есть сам процесс снимать я точно не буду но вот у меня вот вышло столько вот много и и сразу вспоминается произведение беляева фантастика вечный хлеб надо перечитать и смотрите вот что я хочу сказать я делала вот так вот где-то вот вот так это все у меня поднялась уже в холодильнике ну так как я делал это первый раз возможно что-то не так или или пока еще не не прочувствовала и так рекомендую хмель не горчит вот такой как я уже показывала у нас есть растет хмель но я жду лето чтобы его собрать потому что раньше собирала но вот руки как-то не так не доходили и сейчас это дело наверное с целью такой как бы творческой творческой целью также в хлебе я использовала семена и кунжут кунжут конечно знаете да это очень много содержит кальция вот но много кальция но много моего но обычно мы очень мало дим кунжута и так и так и так что еще дело дело по рецепту кроме я не добавляла солод потому что солода я не нашла все остальное это пшеничная мука и такие житни высевки жито это рожь насколько насколько я знаю вообще хлеб я пекла этой закваски первый раз вообще в жизни наверно 2 потому что я как-то не увлекаюсь хлебом и такая вот обстановка наверно вот что там что-то запустила во мне и захотелось такого творчества причем вязание которого я вижу она идет с трудом с трудом я еле связала носки дочки продолжила вязать носки вот захотелось мне вот делать почему-то это сегодня планируем делать пирожки поэтому будет продолжение если пирожки выйдут ну вот так буду рассказывать да еще вот хочу сказать что я сейчас в украине ванна франковский хлеб у нас есть продукты есть и то есть это не не вымушена моя такая не вымушенное действие да не не того я пеку что нечего есть или нету дрожжей нас или нету хлеба в магазине нет мне кажется что это очень важно что это просто вот такой как бы порыв души где-то возможно потребность где-то я еще сама не разобралась в себе зачем мне это надо но доставляет мне это удовольствие и радует мою дочку и сегодня решили с дочка сделать такие булочки на пирожки не хватило сил почему-то захотели булочки вот кошка ряда мявкает и вот такие булочки вышли из духовки красивая правда очень классный запах дочка помогает говорит да все всем до свидания до новых встреч если у вас есть вопросы вопросы медицинского плана пишите на моем канале не будет информации именно как приготовить тесто все я еще раз говорю я даю ссылочку я не сильно люблю готовить поэтому вот такой канал будет сохранять медицинское направление на данный момент я думаю что это так и будет всего вам доброго до свидания